Глава региона накануне работал в Москве, где совершил несколько встреч с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным, обсудил вопросы реновации ЗАТО, газификации области и подготовки комплексных решений для мастер-планов опорных агломераций. Также Андрей Чебис выступил на совещании под руководством заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева, где сообщил об высокой степени готовности рекультивации славок в Мурманске и Заозерске. А еще губернатор опубликовал видео отчет о недавней рабочей поездке в Снежногорск и Гаджиево. Для нас и военные гарнизоны, и вообще те люди, которые связаны с флотом, как, например, Снежногорск, и те, которые свой вклад в оборону, способность в страну вкладывают, это отдельная задача. И мы все последние годы приводили в порядок эти гарнизоны. Работа еще не початый край, но вот, слава богу, президент поддержал нас, и теперь у нас есть такое серьезное федеральное финансирование для того, чтобы эти работы еще больше активизировать. Помимо того, что уже сделано, это благоустройство, дороги, дворы. Сегодня активно идет работа по ремонту домов и крови. В ближайшие три года в Александровске более 40 домов таким образом будет отремонтировать. Это незаселенные квартиры, это дополнительные большие очень объемы ремонта инфраструктуры коммунальной. Здесь планируется также построить новый детский сад, потому что количество детишек большое, это очень радует. Поэтому то, что сделано сегодня в части благоустройства и в Снежногорске, и в Гаджиево, то, что делается, и то, что спланировано и подтверждено в распоряжении правительства России, которое мы готовили на три года, это существенно изменит и будет менять дальше облик наших военных гарнизонов и наших зато. Мне очень понравился разговор с сотрудниками НЕРПы. Там много уже людей такого старшего поколения, такого опытных, но очень много ребят и девчонок молодых. Это очень здорово, когда наша молодежь, она такая рабочая молодежь, работают на предприятиях, развивают судоремонт. Это очень здорово. И у них очень хорошие вопросы и запросы. Они свидетельствуют о их желании жить, развиваться здесь, на территории Мурманской области и конкретно даже в ЗАТО Александр. Что касается молодых ребят в СОПках, где ребята видят перспективу, это очень здорово. Мы будем дальше стараться делать так, чтобы им действительно хотелось жить, либо уехать, получить образование, но вернуться сюда, реализовывать себя. КОНЕЦ